Привет, друзья! Сначала небольшой анонс. Завтра 19 часов по московскому времени. Я планирую провести свой первый стрим. Публицевать. Ну, не в турлере, как это было с Сахалином, а скорее всего, то есть пока что в голосовалке 80% зрителей именно за то, чтобы я публицевал со зрителями наличие завтра в 19.00. Также, конечно, просьбы зрителей я постараюсь выполнять. Меня попросили записать обзор целого турнира, Я даже знаю, какого турнира, поэтому специально с этого турнира ни одной партии еще не запостил. Это Аэрофлот 2006. Но целый турнир, это будет не один 15-ти, там, 20-ти минутный ролик. Это потребуется серьезнейшая подготовка. И... Но я надеюсь, что в выходные у меня найдется время для того, чтобы записать такой ролик. Кстати, если вы считаете, что весь турнир одним роликом много, может быть, я запишу небольшими сериями. Вы об этом в комментариях обязательно расскажите. Также меня попросили побольше роликов сделать по защите Каракан. Вот. И поэтому сегодняшний ролик тоже будет по защите Каракан. Интересных, красивых партий у меня в защите Каракан было много. Памятные были и выигранные, и проигранные. Приятнее, конечно, постить выигранные. Вот. Поэтому сейчас поделюсь партией, которая доставила мне огромное удовольствие. Она была сыграна в первом туре чемпионата Европы 2008 года в Болгарии, в Пловдиве. Моим противником был шахматист с рейтингом 2275, по-моему, или 2285. То есть менее намного менее опытный. Естественно, в таких турнирах, как чемпионат Европы шахматист, который претендует на ну, хочет бороться за выход в Кубок Мира должен стараться таких шахматистов обыгрывать любым цветом. Вот. Ну, в данном случае защита Каракан позволила не только достаточно убедительно выиграть, но и очень симпатичная концовочка в этой партии была. которую, я надеюсь, вы оцените. Значит, будет разыгран длинный теоретический вариант. Я стараюсь обычно как можно раньше, как вы уже заметили по роликам, уходить с длинной теорией. И вот, в частности, вот в этом положении одним из моих любимых ходов является ход КОНЕП-6. Любимый ход Константинопольского, который... после которого огромное количество красивых побед одержал Давид Ионович Бронштейн. Но, если быть объективным, этот ход ведет к достаточно тяжелой для черных игре, если белые знают, как расстоять фигуры. Не так давно, в прошлом году на мемориале Курносова по быстрым шахматам меня достаточно убедительно обыграл Александр Предки. То есть, расставил все очень прочно, надежно и потихонечку давил. Позиция, на мой взгляд, за рамки плюс равно сильно не заходила, но напряжение, которое приходилось держать, оказалось для меня уже слишком большим. Все-таки уже не 20 лет. Вход слона Ф5 более прямой, недаром вариант называется классическим. И дальше белые пытаются поймать этого слона. Черные, естественно, его не зевают. Белые пытаются с темпом поставить коня на Е5. Здесь есть помимо хода конь Д7, который я сделал, это старинный ход. О нем знали еще в позапрошлом веке. Современная теория говорит, что и Е6, и конь Е6 вместо конь Д7 играть можно. Возникают просто другие, тоже очень интересные позиции. После Х5 слон Х7. Слон на Х7 очень сильный и вполне разумным для белых является его размен. Но силу слона на Х7 лучше всего мы могли увидеть в моем ролике где с финала Кубка России 2002 года. Здесь ситуация немножко другая, но слона Х7 конечно белым полезно разменять. Теперь ход Е6. Считается, что ходы конь Х6 и Е6 равноценны, но в 2005 году на сборах Нижнетагильской команды Политехник, которая к сожалению на мой взгляд умерла в 2012 году, а та команда которая сейчас едет под флагом Политехника это не та команда которая была в общем в 2005 году на сборах Александр Ластин и Александр Рязанцев показали мне новую интересную идею для того времени новую что именно Е7 Е6 с идеей на слон Х4 сыграть Ферз опять шаг и на слон Б2 ответить не Ферз С7 как гласила теория восьмидесятых а слон Б4 на естественный ход С2 С3 отойти слоном на Е7 то есть слон развит а ход С2 С3 он для белых не очень полезен если они собираются рокировать в короткую длинную сторону если они будут рокировать в короткую то непонятно что делает пешка на А5 ответ С4 выглядит очень сильно здесь эта позиция тоже была известна и до 2005 года и подавляющее большинство людей играло Ферз А6 но в ответ на это белые могут начать наглые действия пешками типа Б4 А4 на ферзе ауфланге и Ферз на А6 может оказаться не очень хорошим а вот после Ферз С7 поле С7 для ферзя каракане очень часто является отличным полем после Ферз С7 у белых выбор между короткой рокировкой длинной рокировкой и немедленным продвижением Д5 в этой партии мой противник выбрал Д4 и Д5 черные вынуждены меняться теперь если они возьмут на Д5 белый конь попадет на Ф5 и это будет очень неприятно в дочерках но есть очень сильный ответ Ферз Д6 главным образом его сила проявляется в варианте вот если белый делает рокировку пользуясь тем что размен на Д5 приведет к тому что белый коль все-таки попадет на Ф5 и у черных возникнут огромные проблемы с защитой пешки Ж7 пешки Д7 пешки Д5 колоссальный перевес в развитии у белых но у черных есть очень неприятный ресурс конь Ж8 и Ф6 и пешка Д5 теряется а поле Ф5 белые не завоевывают то есть очень важный момент который надо учитывать если дохода ДЕ нету и белые здесь пошли Ферз Б3 рассчитывая на Ферз Б5 снова после размена на Д5 белый конь попадет на Ф5 и доставит черным массу неприятностей поэтому черным конечно надо играть конь Ф6 эта позиция является одной из моих любимых и во многом именно благодаря вот этой партии не всегда удается обыгрывать не всех но эту позицию я очень люблю получать после размена на Е6 кажется что у черных слабая пешка Е а взамен никакой компенсации нет также создается впечатление что мощная пешка H5 держит пешки G7 H6 которая слабым и которая может напасть слом это первое впечатление но также видно что линию C белая готова захватить но на самом деле более важным фактором являются факторами являются другие значит после ладья C1 самый естественный ход захватили линию черные играют слом D6 и выясняется что пешка H5 нуждается в защите что конь на G3 расположен неудачно а если он уйдет то черные получат поле Е4 или даже просто поставят коня на D5 поле D5 вообще великолепное поле для черного коня также с пешкой H5 при случае у черных есть игра по линии F а вот использовать слабость пешки Е6 кажется что легче легкого конь D4 пошел мой противник самый естественный ход напали на пешку на король Е7 белый хотят сделать рокировку и сыграть ладья яйти однако после рокировки выясняется что взятие на Е6 невозможно ладья Е8 конь связан тогда белые хотят подключить ладью по четвертому ряду очень интересный оригинальный ход на мой взгляд конечно не сильнейший но идейный белые хотят подключить ладью по четвертому ряду очень сильный размен на Ж3 привел теперь к тому что у черных как будто бы лишняя проходная пешка но она как будто бы лишняя до тех пор пока белые не провели Ж4 Ж5 не раздвоились что может им помешать пока не очень понятно основная угроза белых это перевести коня на Д6 главная неприятность которая грозит это конь Б5 поэтому ладья С8 мы пытаемся пока что линию схватить и после размена от хода конь Б5 надо обязательно защититься очень сильный ход А6 сейчас мы в каких-то вариантах хотим пойти ладья С5 сразу ладья С5 мы играть не могли из-за конь бьет Е6 и поле Е5 контролируется белым слоном но хотим пока король Ф7 и ладья С5 мой противник придумал интересную идею здесь конь Б3 конь отправляется в район поле А5 ладья хочет пойти на Б4 и не пустили белое черного коня на С5 откуда он мог попасть на Е4 на Д3 после конь Д5 у белых зависла пешка и они просто защитили королем слона и вот в этой позиции очень такой памятной для меня запомнившейся очень хорошо почему запомнилось очень хорошо потому что мне здесь удалось придумать очень интересную неочевидную ловушку посчитать на много ходов вперед и заманить в нее противника то есть тема ловушки но не ловушки в дебюте а просто ловушки то есть вот в этой позиции я сыграл Е6 Е5 ход выглядит немножко антипозиционным потому что черные добровольно выпили опору у коня Д5 вот с другой стороны пешка на Е5 ограничила коня ограничила белого слона при случае кстати его черные уже хотят взять и перегнать своего скакуна на С4 также это все-таки проходная проходная она опасна только в том случае если она имеет тенденцию двигаться вперед пешка Е6 проходной считаться не могла а пешка Е5 при случае проходная также черные хотят пойти король Ф7 король Е6 если им позволят коня Д7 на Ф6 поставить и потихоньку двигаться вперед в чем заключается ловушка а ловушка заключается в том что вот эти вот поля они слишком близко расположены и после естественного ответа король Д3 на король Ф7 белым очень хочется сделать ничью и они естественно находят тактический удар слон бьет Е5 конечно ход очень ошибочный но не так понятно что же здесь белым можно посоветовать то есть если конь идет с Б3 скажем на Д2 то черные с удовольствием ответят кольца 5 шаг сгонят коня подведут своего короля ближе к центру все время надо считаться белым со взятием на Ц3 кстати может быть сразу возьмут на Ц3 тоже вариант взять на Ц3 и на БЦ ответить король Е6 то есть пока что создается впечатление что у белых лишние белые без пешки играют то есть у них нет проходных а у черных мощная проходная в центре так вот ловушка заключается в ударе на Е5 после конь Е5 король Е4 висят два коня и если сыграть король Е6 в этой позиции единственный ход который обоих коней заищает то последует конь Д4 шаг конь в 5 шаг ну и вечный шаг прекрасно отличная ничья без особого напряжения сил как мы видели белые делали ну простые естественные ходы и конечно было бы все так просто если если бы все так просто было я бы эту партию вам не показывал конечно я предвидел этот удар и делал вид что я расстроен когда противник сыграл король Д3 ну так условно расстроен потому что он может так не пойти задумывался ну и в общем здесь очень сильный промежуточный ход у черных есть Ж7 Ж5 висит ладья если взять на проходе то черные просто играют коль бьет Ж6 висит ладья и как если она подойдет то последует коневший шаг черные остались лишним конем если белые забьют коня то после коль бьет H4 жах ладья С2 по обжорному ряду свирепствует черная ладья и партия не затянется самый естественный ответ был сделан моим противником и после ну кажется что кони же висят на король Е6 конь черных находится очень сильный под конем Ж6 брать на Е5 надо и после ладья Д8 выясняется что нет в мире такой силы которая способна спасти белого короля ну точнее сказать срочно надо отдавать ладью ладья Д1 а потом ставить коня на Д4 но с лишней ладьей можно справиться и не будучи гроссмейстером в такой позиции поэтому мой противник задумался покачал головой и сдался вот такая приятная концовочка спасибо всем за внимание до свидания с вами был международный гроссмейстер Роман Ович